А вы смотрите новости. Добрый день. Для вас работает сурдопереводчик Виктория Антонишина и я, Алмаз Ашин. Президент Казахстана в очередной раз стал лауреатом Российской национальной премии «Человек года». Как отметили ее учредители, Русский биографический институт и Институт экономических стратегий, Русултан Азарбаев удостоен награды за выдающиеся достижения в международной политике и укреплении Евразийского экономического союза. В числе лауреатов этого года также президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кубы Рауль Кастро, академик Лео Бакерия, кинорежиссер Никита Михалков и другие выдающиеся деятели мира. Отмечу, лауреатов выбирает экспертный совет с учетом соцопроса с помощью СМИ и интернета. Руслан Абишевич отмечен в этом году за вклад в развитие евразийской интеграции. Мы видим, что сейчас в условиях турбулентности большое значение имеет выстраивание по возможности стабильных экономических взаимоотношений. Мы видим, что эта стабильность подвергается массе испытаний. И в этом плане сохранение этой мудрой уверенности в том, что мы преодолеем все вызовы, ответим на них и преодолеем все проблемы, вот это всегда отличало на Руслана Абишевича, и мы рады ответить его вклад. Эта премия показывает, как высоко его ценит общественность России, как он значительен, как он знаменит. Но среди той премии, которую он получил от своего народа, признание, обожание, эта премия кажется очень скромной, потому что действительно Назарбаев – это один из крупнейших политических деятелей мира современного. Назарбаев – это гигант, который создает у нас на глазах великое государство, которое открыт миру. И для меня он является кумиром. Экономический рост, успешные реформы и устойчивое развитие станут главными ориентирами развития нашей страны. Своё мнение по поводу послания президента Казахстана высказал сегодня спикер Сената Касым Жумартукаев. По его словам, Нурсултан Азарбаев определил пять масштабных задач, которые необходимо реализовать уже в ближайшем будущем. Совместными усилиями членам парламента и правительства необходимо сэкономить как можно больше бюджетных денег, а в дальнейшем они пойдут на проекты, которые принесут реальную помощь казахстанцам. Несмотря на кризисы, постоянно принимаются меры по социальной поддержке населения. Конечная цель выдвинутой главой государства новой социальной политики – обеспечение высокого качества и оказание адресной социальной помощи реально нуждающимся. Отныне государство будет уделять больше внимания поддержке социально уязвимых слоев населения и укреплению человеческого капитала. Сегодня же сенаторы избрали 32 судей Верховного суда. Они уже приняли присягу. Все кандидаты из разных регионов Казахстана имеют солидный стаж работы. Напомню, со следующего года заработает трехзвенная судебная система. Нагрузка на судей увеличится в два раза. Это более 20 тысяч дел в год. Поэтому количество служителей Фемиды Верховного суда увеличено вдвое. Этот подбор кадров прошел особенно, в отличие с другими временами, потому как впервые во все регионы выехали комиссии, специальные комиссии из Верховного суда и других судей, которые находятся в отставке. На местах были проведены тайные голосования местных судей в отношении каждой кандидатуры. Отобраны были по пять кандидатов из каждой области. Из них уже на племенарном заседании Верховного суда еще были отборы. По два человека оставили. А уже на заседании Высшего судебного совета на альтернативной основе были предложены для избрания 32 судей. Программы субсидирования животноводства холдинга «Казагру» недоступны для жителей сельских глубинок. Причина в постоянных изменениях условий рефинансирования выделенных кредитов. Так считает сенатор Али Виктаев. В своем депутатском запросе к премьер-министру депутат отметил, что состояние животноводства находится на ненадолженном уровне. По мнению народного избранника, за последние пять лет в Казахстане сократилось число крупного рогатого скота. Несмотря на то, что на долю частных хозяйств приходится 82% производства молока и 60% мяса, неправильно используется потенциал мелких фермерских хозяйств, из-за чего и складываются низкие показатели. Для решения проблемы, по словам сенатора, нужно скооперировать все мелкие хозяйства, решить вопрос с кредитованием производителей и обеспечить условиями для продажи и переработки мяса и молока. Кроме кооперации мелких хозяйств, государство должно оказать поддержку по созданию инфраструктуры для мелких фермеров. Необходимо предусмотреть централизованные пункты приема молока и мяса. Кроме того, предлагаем строить новую инфраструктуру водоснабжения на пастбищах, а также реконструировать уже имеющиеся. А ученым надо заняться поиском такой породы крупного рогатого скота, которая подходила бы для нашего климата. В Израиле уже более 10 лет существует объединение выходцев из Казахстана. В него входят около 15 тысяч человек. Несмотря на то, что многие из них уже давно переехали в Израиль, послание президента Назарбаева слушает каждый. В объединении считают, что новая стратегия по выходу из кризиса, план нации и реформы, проводимые главой государства, это правильный курс, который позволит стране и дальше развиваться, улучшать жизнь своих граждан и оставаться оплотом стабильности в регионе. Мы, все израильское объединение выходцев из Казахстана, полностью поддерживаем послание президента Назарбаева к народу Казахстана. И считаем, что наш Казахстан на правильном пути. Кризис, по-моему, не миновал никого, ни одно государство. И я думаю, что наш Казахстан с честью и достоинством выйдет с этого кризиса. И также нам очень нравится план президента Назарбаева по преодолению ста шагов. Это очень поможет населению Казахстана, молодежи, в основном студентам и людям, которые сейчас работают. Я считаю, что Казахстан находится на правильном пути. Да, мы читали и полностью поддерживаем его инициативу, основные положения, его обращение к народу. Мы считаем, что программа, представленная им в этом послании, выведет страну из кризиса, который сейчас затронул практически все страны мира. Надеемся на процветание и уверены в этом, на процветание Казахстана и продолжение нашего совместного сотрудничества с нашей бывшей родиной. В посольстве Казахстана в США провели торжественный вечер, посвященный Дню независимости Казахстана. Американские политики знают нашу страну как стабильное государство, имеющее четкий план развития. На встрече отмечался смелый шаг Казахстана по добровольному отказу от ядерного оружия. Звучали поздравления по поводу вступления нашей страны в ВТО. США, кстати, одна из первых стран, признавших независимость Казахстана, в следующем году государство отметит 25-летие взаимного сотрудничества. Казахстан стал полноправным членом ВТО. США все эти годы оказывал поддержку Казахстану. Поэтому я уверен в том, что наши партнерские отношения будут и дальше развиваться и укрепляться. Поздравляю Казахстан с 24-летием независимости и желаю народу страны большого счастья. Уверен, торгово-экономические отношения двух стран начнут развиваться с еще большими темпами. Казахстанцы, живущие в согласии, это пример для Европы. Эксперты Италии изучают так называемые случаи Казахстана. На конференции историки-тергологи говорили об уникальной модели нашего общества. Организовал встречу Итальянский институт геополитических исследований, межрелигиозные противостояния на Ближнем Востоке, наплыв мигрантов в Европу, терроризм. Вопрос, как примирить представителей разных религий в одной стране, становится все поболезненнее. Казахстану удалось достичь этого ценного равновесия. Эксперты считают, что другие должны следовать его примеру. Главным было признать, что религия важна для человека, важна в жизни народов, но она должна быть направлена в верное русло. И способность казахстанцев быть в большинстве своем мусульманами, но иметь и уважать светскую конституцию, дорогого стоит. В Италии и не только должны знать и говорить об этом примере. Важно, что есть согласие, важно, что признаны все религии и культуры Казахстана. Я видел, например, этнологические музеи в Алматы и Астане, и везде подчеркивается, что в стране живут представители разных национальностей, подчеркивается, что в этом богатство Казахстана. К тому, что происходит в мире, полиция Греции вывезла 2000 мигрантов с границы с Македонией. Беженцев в основном из Пакистана, Сомали, Марокко, Алжира и Бангладеш разместили в Афинах. Решение о вывозе было принято в связи с беспорядками. Беженцы несколько дней блокировали железную дорогу, требуя пропустить их дальше. Из-за этого там скопились тысячи контейнеров, которые направлялись в Европу, отмечу, с ноября. Словения, Хорватия, Сербия и Македония пропускают мигрантов только из-за охваченных войной государств. Я не знаю, что случилось. Мы стояли на границе 20 дней. Но сегодня к нам подошли полицейские и сказали, что нас всех отвезут назад в Афины. Они пообещали найти нам хороший лагерь. Но приехав и увидев то место, я поняла, что оставаться там просто невозможно. В Венесуэле подвели итоги парламентских выборов. По итогам голосования оппозиция получит 112 мест из 167. Партия социалистов потерпела первое за 16 лет поражения. Парламентское большинство позволит оппозиции поднимать вопросы о внесении изменений в Конституцию, блокировать инициативы президента и объявлять процедуру импичмента. В то же время лидер оппозиции заявил, что отстранение президента Мадуро не входит в ее планы. Первостепенной задачей провозглашено национальное объединение и решение социально-экономических проблем. Выставка Экспо-2017 должна стать не только интересной, но и полезной. В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО эксперты из разных стран говорили о том, какие проекты достойны быть представленными в казахстанской столице. Прошедший форум «Энергия будущего» стал вторым из трех запланированных перед проведением Экспо в Астане. Каким выводом эксперты пришли на этот раз, расскажет Елена Минкевич. Стеклянная сфера в центре выставочного комплекса «Астана-Экспо-2017». Внешний вид, как из будущего, но и содержание не менее футуристичное. На восьми уровнях здесь расположатся лучшие проекты в сфере альтернативной энергии. Одним из вероятных участников станет американская компания, которая знает, как при переработке углеводородов сделать выбросы в атмосферу нулевыми. Использование на практике готовы показать на Астанинской Экспо на примере одного из мировых гигантов сети ресторанов быстрого питания. Мы очень надеемся на заключение договоров с правительством Казахстана по двум направлениям. Во-первых, чтобы напрямую с Силиконовой долины в США привезти в Астану на Экспо-2017 наш проект. Идея Экспо нам кажется фантастически удачной. Также мы бы очень хотели поделиться теми разработками в области новых технологий, чтобы их могли применить на благо людей, как в Казахстане, так и во всей Центральной Азии. Провести форум «Энергия будущего» в Париже решили неспроста. Событие совпадает с мировой конференцией по климату. Голос столицы Франции сейчас весьма силен в том, что касается передовых зеленых технологий. Именно здесь ведущие умы мира пытаются дать ответ на вопрос, как сохранить климат, не навредив экологии. В следующую очередь за Астаной. Столице Казахстана предстоит помочь всему миру ответить на вопрос, где взять энергию, не испортив природу. Тема энергии сейчас весьма своевременная. И это значимое действие со стороны Казахстана, который является страной-производителем энергии, дать сигнал о том, что даже если страна добывает нефть и газ, она на самом деле заинтересована в экологичном и зеленом будущем нашей планеты. Назарбаев университет на этой конференции в числе организаторов. Это наша научная сила и мощь, концентрация мысли. У ВУЗа немалый опыт в работе с зарубежными экспертами. И чем ближе Экспо-2017, тем работы с экспертами будет все больше. Цель – отобрать передовые мировые проекты. Во-первых, мы как организатор представим мировому сообществу все эти проекты. Будет возможность людям увидеть их. Не исключено, что найдутся инвесторы, кто захочет эти проекты дальше продвигать. Может быть, появятся новые партнеры. Задача стоит в том, чтобы показать миру и профессионалам новые проекты. Первый отбор проектов по альтернативным источникам энергии, которые попадут в главный павильон «Астана-Экспо-2017», начнется уже в рамках этого форума в Париже. Для организаторов важно, чтобы компании могли показать не только теоретические разработки, но уже готовую производственную базу. Правильный выбор позволит Казахстану закрепить свое место в мире как одного из лидеров энергетики будущего. Пока же в ближайших планах проведение в 2016 году аналогичного форума в Астане. Елена Минкевич, Николя Фильйоль, 24КЗ, Париж. А пока это все. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok